МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа Республика в студии Родион Архипов. Сегодня глава Чувашия принял участие в заседании Совета Привожского федерального округа. Его провел полномочный представитель президента России Михаил Бабич. На встрече обсуждались вопросы национальной политики. По телефону из Ульяновска передает наш корреспондент Дмитрий Ковалев. В последнее время вопросы национальной политики в России начали уделять большое внимание. Год назад президент страны утвердил государственную стратегию на 12 лет вперед. А позже Владимир Путин сделал акцент на этот вопрос в своем послании. Недавние события, которые произошли в ряде регионов Поволжья, подтвердили еще раз, что ситуация может выйти из-под контроля в любой момент. Массовые беспорядки в татарском поселке Нурлад и самарском городе Пугачев закончились сплочевно. Вредь такого допускать нельзя, отметил полномочный представитель президента России. Пока же ситуацию называют стабильной. Михаил Бабич потребовал в ближайшее время провести подробный анализ и сделать выводы. Согласно федеральному закону, ответственность в регулировании межнациональных отношений лежит на главах регионов. В то же время в субъектах должны принять стратегии национальной политики. Такой документ скоро появится и в Чувашии. Глава республики Михаил Игнатьев в интервью нашему каналу отметил, что на территории региона в мире и согласии проживают представители 128 национальностей. Но чтобы ситуация и впредь оставалась такой же и не выходила за рамки, необходимо принимать решения на законодательном уровне. Об этом тоже шла речь на совете в Ульяновске. Подробности в нашем информационном выпуске завтра. Дмитрий Ховалев по телефону из Ульяновска. Сегодня в Москве в Большом зале Центра международной торговли прошла традиционная пресс-конференция президента страны. С российскими и зарубежными журналистами Владимир Путин встречается уже в девятый раз. Разговор длился более четырех часов. Было задано более 50 вопросов. На пресс-конференции работала и съемочная группа национального телевидения «Чувашия». То, что происходило в зале до начала встречи, не менее интересно, чем сама пресс-конференция главы государства. Журналисты полны решимости во что бы то ни стало задать свои вопросы. Для этого надо быть как минимум замеченным. Задача не из легких. В зале около полутора тысяч лиц. Поэтому в ход идут различные средства. Начиная от плакатов, нарисованных на коленке, и заканчивая продуманными нарядами. Не стала полностью надевать костюм, потому что это было бы слишком. Я думаю, жилеточки достаточно. Я знаю, что я уже привлекаю внимание, потому что вы не единственный журналист, который подошел ко мне. Надеюсь, главное привлечь внимание Владимира Владимировича. Вижу, тут некоторые в косоворотках пришли. Обошлось безнародного костюма. Надеюсь, что меня заметят. Сижу на первом ряду. Словно и не расходились, замечает Владимир Путин, появившись в зале. Год назад были те же кресла, те же вспышки фотокамер, диктофоны, похожие на эскимо. Но, предваряя вопросы, президент приводит несколько цифр. Ориентируясь на них, легче оценить итоги года. Изменения реального ВВП в процентах к прошлому году 1,4%. 1,5% будет, наверное, 1,4%. Инфляция 6,1%. Это чуть меньше, чем в прошлом году. В прошлом году было 6,6%. В целом неплохо. Индекс производства сельского хозяйства 6,8%. Надо отметить, что сельское хозяйство, тружники села, конечно, серьезно помогли в целом экономике, потому что в прошлом году, как вы знаете, был минус почти 5%. В этом году плюс 6,8%. На фоне известных сложностей в промышленном секторе сельское хозяйство, конечно, общее ВВП вытаскивает. Изменения в жилищном строительстве 12,1% плюсом. В прошлом году было 5,6%, по запросам 6,6%. Тоже хорошо. Изменения реальной заработной платы в процентах. Плюс 5,5%. Журналистов интересует абсолютно все, начиная от традиционных вопросов по ЖКХ, тарифам, медицине, социальной сфере и заканчивая конкретными региональными проблемами. Но в целом речь идет о том, как мы будем жить дальше. Все вместе и каждый в частности. Елена Гальперина, Мария Шоклева, Андрей Шоклев, Республика Москва. Но в конечном итоге все сказали «да». Более подробный рассказ о пресс-конференции Владимира Путина для российских и зарубежных журналистов в ближайших выпусках программы «Республика». К другим новостям. На новогодние каникулы медработники будут отдыхать, но не так долго, как обычные горожане, для которых каникулы продлятся с 1 по 8 января. Об этом сообщает Минздрав Республики. 31 декабря больницы будут работать по сокращенному графику. 1, 2, 5, 7 и 8 января для них станут выходными. А 3, 4 и 6 медики примут пациентов по субботнему графику. Во все эти дни будет оказываться неотложная помощь при поликлиниках с 8 до 14 часов с приемом вызовов со скорой медицинской помощи до 13.00. В экстренных случаях можно обратиться в приемный покой городской клинической больницы Чебоксар, где неотложенную помощь будут оказывать круглосуточно. Город Мариинский-Пасад стал лучшим малым туристским объектом Приворского федерального округа. Туристам там действительно есть на что посмотреть. Город бережно хранит историю, начиная с 16 века по нынешний день. Фестиваль «Открой по Волжье» проходил в Нижнем Новгороде. В фестивале участвовали 14 регионов. По результатам конкурса городу Мариинский-Пасад был вручен диплом в номинации «Малый туристский город ПФО». Городу действительно есть чем похвастаться. Музей мещанского и купеческого быта. Музей геральдики. Старинные особняки и храмы. На набережной часто останавливаются теплоходы. Туристов встречает памятник императрице Марии Александровне. К тому же в Мариинско-Пасадском районе родился космонавт Андриан Николаев. Его малая родина – село Шоршелы. Это отдельный памятник культуры. Наступающий 2014 год объявлен Годом культуры. Основные усилия и средства планируют направить на модернизацию и укрепление материальной технической базы учреждений, социальную поддержку работников культуры и повышение качества оказываемых услуг населению. Подробности в нашем сюжете. Основные задачи наступающего года культуры – это капитальный ремонт и реконструкция учреждений культуры республики, многие из которых были построены в 50-е и 60-е годы прошлого века. Под реконструкцию попадают сельские дома культуры, театр оперы и балета и филармония республики. Задача номер два – укрепить материально-техническую базу учреждений культуры, в том числе в 46 детских школах искусств Чувашии. Мы планируем при уточнении бюджета в 2014 году выйти бюджетной заявкой в адрес правительства, выделение дополнительных средств на приобретение музыкальных инструментов для детских школ в республике. Что касается столицы, то здесь тоже не обойдется без ремонта. Внешний облик и внутреннее обустройство изменится у ряда учреждений. Это первая музыкальная школа, учитывая, что она самая старейшая на территории города. И в 2015 году она празднует свой, по-моему, 95-летний юбилей. И еще одна также школа – это Чебоксарская детская школа искусств. На юго-западном поселке размещается школа перспективная, интересная. Очень много различных новых направлений в учебном заведении открыто. Кроме этого, в 2014 году впервые проведут конкурс на звании лучшего преподавателя детской школы искусств Чувашской республики. И, конечно, не обойдется без социальной и грантовой поддержки работников культуры и повышения их профессионального мастерства. Укреплением социального статуса работника культуры в широком смысле слова. Это, безусловно, касается и работников учреждений сельских, городских, республиканских, и учреждений профессионального искусства, театров, концертных организаций, архивов, библиотек, музеев. В рамках Года культуры запланировано проведение международного балетного и кинофестивалей, всероссийского конкурса «Русь мастеровая», празднование 85-летия со дня рождения летчика-космонавта Андриана Николаева. Будет расширяться гастрольная деятельность. Чуваши планируют выступления ведущих творческих коллективов страны, изменить свой облик в наступающем году и места отдыха горожан. В парках появятся новые аттракционы и фонтаны, рассказали на пресс-конференции. Ольга Алексеева, Сергей Рябчиков, Республика. Больших изменений в 2014 году ждут и композиторы. Сегодня в филармонии собрались члены Союза композиторов Чувашия, чтобы обсудить проблемы и перспективы своей деятельности, а также выбрать председателя организации. Союз композиторов Чувашия был создан в 1940 году. Сегодня его возглавляет Николай Казаков, директор Чувашской филармонии. У нас немного композиторов. Это те, которые закончили консерваторию, теоретика, композиторский факультет. И также у нас таких 12 композиторов в Совете композиторов и 6 музыковедов. В республике композиторов не хватает. Много молодых кадров после учебы в Москве и Петербурге остаются творить там же. Или даже уезжают за рубеж. Но если они при этом продолжают писать чувашскую музыку, это только на пользу нашей республики. У нас есть Юра Ереванов, который живет в Соединенных Штатах Америки и присылает нам свою музыку, пишет чувашскую музыку. Я думаю, это только обогащает, живя где-то в другой стране, если человек не забывает свои родные мелодии и на их основе произведения сочиняет. Я лично вижу в этом только плюс. Но качество чувашской эстрадной музыки на сегодняшний день ухудшается. С сожалению, отметил министр культуры. Пресловутая наша эстрада, чувашская эстрада, неконтролируемая, когда люди, не имея никакого, откровенно говоря, музыкального образования, даже не учась в школах музыкальных и школах искусств, пытаются позиционировать себя как композиторами, это, на мой взгляд, конечно же, неправильно. Композиторы предложили министру хотя бы при помощи стипендий поддерживать молодые таланты, чтобы ряды Союза пополнялись новыми кандидатами. Еще они пожаловались на то, что в Республике нет профессиональных концертных студий. На съезде переизбрали председателя Союза композиторов. Им остается Николай Казаков. Татьяна Трофимова, Надежда Яковлева, Андрей Спиридонов, Республика. В Литературном музее Чебоксар открылась выставка, приуроченная к столетию чувашской писательницы и журналиста Валентины Андреевой Эльби. На ее книгах выросло не одно поколение детей. Так случилось, что у Валентины Эльби двойной день рождения. По официальным документам, в январе вековой юбилей она уже отметила, а неофициально 18 декабря. Дата значится в некоторых справочниках. О писателе и журналисте Ольга Григорьева. На выставке в Литературном музее фотографии и вещи из личного архива Валентина Эльби. На этом фото она в качестве журналиста Козловской районной газеты. Родилась Валентина Андреева в деревне Старая Буянова Янтиковского района. Училась на медсестру, работала в больнице, потом поступила в пединститут, а свою жизнь связала с радио. Этот транзисторный радиоприемник Валентина Эльби передала Литературному музею на свое 90-летие. В годы Юноси она купила транзисторный радиоприемник Этюд-2. И когда она гуляла вместе с молодежью на берегу Волги, это любимое место молодежи в те годы, она всегда с собой брала транзисторный радиоприемник. Она вела детские передачи на чувашском радио. И радио она очень любила. Писала для взрослых и для детей. Печаталась в Хабаре советско-чуваши-чувашьень. Первая книга «Кочующий домик» издана в Москве. Из-под пера писательнице вышло более 20 книг, одна из которых вошла в школьную программу. На выставке о творчестве Эльби ученикам 10-й школы рассказывали сотрудники Литературного музея и те, кто непосредственно работал с писательницей. У меня случился перевод, можно сказать, как заказной. Существовало несколько лет, год или два газета «Я женщина». И редактор меня попросила взять интервью у Валентины Андреевны в честь ее 85-летия. У нее был очень своеобразный юмор. В честь векового юбилея инсценировку по произведению Эльби ставят школьники. Но имя чувашской писательницы хорошо знают и в театральной среде. Ее творения звучат со сцены чувашского драматического и кукольного театров. Ольга Григорьева, Андрей Спиридонов, Республика. 12 дней осталось до Нового года. Охота за главным украшением праздника елкой начинается. Правда, тех, кто захочет принести ее в дом окольными путями, ждет наказание. О том, сколько нужно труда, чтобы вырастить новогоднюю красавицу и предупреждение для нарушителей закона в нашем сюжете. Возраст елки, которая приходит к вам на праздник, примерно 5 лет. Высота ее при этом составляет 1 метр. Для того, чтобы вырастить такую молодую красавицу, уходит немало сил и времени. Есть специальные питомники для выращивания седенцев, саженцев. Питомники и саженцы выращивают в течение 2-3 лет. Потом они выкапываются и пересаживаются на лесные площади, на специальные плантации, на лесокультурные площади. И вот здесь их начинаем ухаживать. Примерно до 5-летнего возраста мы за ними ухаживаем. Заготовка елок в республике уже началась. В скором времени они должны появиться на рынках и в специально установленных для торговли местах. Началась работа и по охране новогодних красавиц. Созданы мобильные группы Чебоксарского лесничества и полиции, которые патрулируют по лесам Заволжья. Мы ежедневно, несмотря на выходные, с нашими работниками дежурим на контрольном пункте. Это на границе с Марьейской республикой, а также в поселках Сосновка и около поселка Первомайский. При осмотре техники машин мы проверяем на законность вывоза древесины и вывоза новогодних елок. Мобильная охрана также будет патрулировать на дорогах М-7, Сурская, Кугеси, Цивильск. Где бы елка не была бы приобретена, но необходимость всем гражданам, которые готовятся к новогодним праздникам, должны иметь при себе документы. А именно разрешение, читая на вывоз, накладные, штрафы на физический лид от 3 до 3500 рублей, а на юридические организации уже более до 100 тысяч штрафов. Какую выбрать елку к празднику, живую или искусственную, выбирать вам. Главное, чтобы последствия не омрачили вам праздник. Ольга Алексеева, Сергей Рябчиков, Республика. Куклы Тимацу, изображающие детей, народные игрушки, самурайские доспехи и настоящее свадебное кимоно. В Чебоксарах открылась выставка, организованная посольством Японии. Она уже побывала во многих городах страны и вызвала большой интерес у зрителей. Окунуться в традиции страны восходящего солнца решила и наша съемочная группа. Главное, что нужно знать, собираясь на выставку, это то, что куклы для японцев не игрушки, это предмет духовной культуры. Поэтому выставка называется «Традиционные куклы Японии как элемент праздничной культуры». Здесь представлены несколько десятков кукол, выполненных в различных стилях и техниках. Куклы Итимацу, изображающие детей, фарфоровые куклы, народные игрушки, куклы-обереги. Самый известный праздник в Японии – Хана Мацури, праздник девочек. В этот день дети наряжались, играли в куклы и загадывали свое будущее. На полки ставились, во-первых, император и императрица и другие куклы. До семи полок могло быть у одной девочки. Но это, конечно же, зависит от состояния семьи. А если по одной кукле – это тоже хорошо. А если кукол нет, вешали панно Хана Мацури. А если и панно нет, то можно было просто открыточку. Еще один известный японский праздник посвящен мальчикам. На мальчиков возлагали большие надежды. И атрибут этого праздника – это карп. Флаги с карпами. Почему карп? Потому что это такая рыба, которая плавит против течения. И когда эта рыба одолеет много препятствий и превращается в дракона. Это по легенде, естественно. И по этим флагам можно узнать, сколько мальчиков в семье, то есть сколько рыб висит, и какого возраста это все мальчики. Кроме кукол, на выставке можно увидеть образцы японской одежды. Кимоно свадебное и повседневное. Праздничные детские наряды. Пояса обе длиной в несколько метров, расшитые вручную обувь гетто и дзори. Окунуться в удивительный и загадочный мир может любой желающий. Выставка продлится до 8 января. Ольга Алексеева, Евгений Анисимов, Республика. Символ зимних Олимпийских игр 2014 года пронесут по улицам столицы. Движение транспорта временно ограничат с 10 до 22 часов. Соответствующее постановление уже подписано главой администрации Чебоксар Алексеем Владыковым. 27 декабря, в день проведения эстафеты Олимпийского огня в Чебоксарах, будут перекрыты улицы столицы республики. С 10 часов до 12.30 закроют проспект Ивана Якулева, Ленина, улица Привокзальная, Петрова, Цивильская, Чапаева. С 10.30 до 12.50 перекроют улицу Космонавта Николаева от пересечения с проспектом Ленина до пересечения с улицы Калинина. Затем с 11 до 13.30 закроют для движения улицу Калинина от пересечения с проспектом Мира до пересечения с улицы Ярославская. Улица Текстильщиков, Зои Яковлевой, Ивана Франко, площадь Речников, Казанскую набережную от пересечения с улицы Калинина до площади Речников. С 12 часов до 14.30 будут перекрыты улица Ярославская, Дамбач Боксарского залива, улица Константина Иванова. С 12.30 до 15.00 Московский проспект, проспект Максима Горького, улица Университетская. В 2 часа дня до 15.00 будут закрыты для движения улицы Мичмана Павлова и Кузовского. С 3 дня до 6.00 вновь будут закрыты для движения Московский проспект, улица Константина Иванова, Нижегородская, Свердлова, Дамбач Боксарского залива. Красная площадь будет закрыта с 12.00 до 18.00. Также с 4.00 до 7.00 перекроют Президентский бульвар и бульвар электроаппаратчиков, улицу Карла Марца, проспект Ленина, улицу Гагарина. С 16.40 до 10.00 будут недоступны для транспорта улица Гагарина, Цивильская, Николаева, Чапаева. А пока Олимпийский огонь движется в сторону столицы Чувашии, наши готовятся к поездке в столицу Олимпийских игр. И речь не только о спортсменах. Участвовать в культурных мероприятиях в Сочи во время Олимпиады будет Чувашский ансабль Чевал. Спортсмены и гости смогут увидеть их выступление только в феврале. Ну а мы предлагаем вам увидеть их прямо сейчас. Наверняка никто из зрителей не видел их вот так в рабочей обстановке, без костюмов, на сцене, не всегда при полном параде. Но сейчас у ансамбля репетиция. В скором времени им предстоит петь и танцевать практически на глазах у всего мира. Чевал участвует в культурной программе Олимпиады. Ну а до этого коллективу предстоит встретить огонь в Чебоксарах. На эстафете здесь у нас нового ничего не будет, но народ наш Чувашский, я думаю, все это знают. Там все национальные инструменты будут участвовать, играют ребята на инструментах. Уже на Олимпиаду, естественно, мы берем программу, там на полчаса попросили. Разнообразно, но только тоже на чувашском языке, только национальные будем исполнять. На вопрос, почему именно ансамбль Чевал поедет на Олимпиаду, участники коллектива, вероятно, из скромности не ответили. Зато об этом рассказали в Министерстве культуры. Первоначально мы заявку отправили на два коллектива. Это Чувашский государственный академический ансамбль песни и танца и фольклорный эстрадный ансамбль Чувашской государственной филармонии «Сявал». Каждый регион должен был представить свою национальность в культурной программе. Вот почему были отобраны вот эти два коллектива. Но в 2013 году выяснилось, что финансирование со стороны Оргкомитета за пребывание в коллективах, творческих коллективах из регионов, гарантировано лишь именитым исполнителям. Нам, остальным регионам, было предложено ехать за свой счет. В этой связи мы отобрали ансамбль «Сявал». У них большой опыт выступления на многонациональную публику. Вообще они ездили в свое время в Бельгию, да, на гастролируют в регионах России. Действительно, коллективы не привыкают даже к самой требовательной публике. В прошлом году ансамбль отметил 35-летие. Артистам остается пожелать ни пуха, ни пера и хорошего отдыха. Ведь в Сочи ансамбль планирует не только петь и танцевать. Пит спорта без разницы, только лишь бы были наши. Нет, на биатлон самое главное попасться. Вот мы тут с ребятами разговариваем. На биатлон, если попасть, то было бы вообще хорошо. Ольга Пырочкин, Надежда Яковлева, Андрей Спиридонов, Республика. Это все новости на сегодня. А я с вами прощаюсь. Берегите себя. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова